да значит всем доброе утро всем привет hello бонжур значит мы продолжаем изучать перте вот поучение отцов с божьей помощью сегодня мы начинаем 2 пиры вторую главу перте вот и сейчас как все соберутся мы стартанем сразу же стартанем изучать тору прямо интересная во время шавота то есть это день дарования торы принятия торы я там очень классную вещь для себя понял осознал и прямо реально постиг да именно в даровании торы и сегодня получил посел сегодня вдруг с утра давно не открывал проход трактат проход это первый трактат талмуда и сегодня яков шатадин шалом открыл трактат этот и мне интересно было вот я его читаю и мне открывается совершенно новый смысл то есть я его учил ну там много но немного несколько раз но совершенно вот первая же страница у меня совершенно она открылась в такую новую какую-то глубину и систему которая дальше не замечал спасибо значит тут вот и что из этого следует что когда изучаешь штору и когда у тебя это тора в тебя входит по-настоящему то тогда она как написано в мишле мы учили что нерв митсва заповедь она как свеча как свечка такая то есть ты делаешь заповедь у тебя внутри загорается духовная свеча такая а тора это свет то есть у тебя внутри прям идет свет такой на тебя божественный в эдерах ахаим там написано и путь к жизни к вечной жизни то как вот мусор вот это конечно очень не оптимистично и окончание потому что путь жизни лежит через увещевание которые приносят страдания то есть бог ведет человека по этой жизни через путь страданий вообще эта жизнь это путь страдания реально какой какой ужас да то есть мы приходим в этот мир и ребенок вот с детства он пришел он уже орет и плачет орет и плачет первый год жизни большую часть времени он орет и плачет и все ему не нравится он потом второй год жизни ему он все хочет а ему не дают ему все говорят вот всем добыть рта все привет ему говорят вот что ты хочешь все ну там что-то ему дают конечно но как бы не то что он хочет чаще всего а заставляю делать то что он не хочет с детства ребенка потом дальше он идет детский садик там вообще лишают детства этом детском садике вы заставляют учиться его заставляют там в кушать полезную еду вместо конфет который хочет до его если он не слушается наказывают дальше он идет в школу его 10 лет заставляют учиться и делать так делать все то что он не хочет и не делать все что он хочет потом он становится взрослым и взрослый человек это тот который сам себе запрещают все эти вещи которые мы запрещали в детстве то есть все что он уже взрослым мог бы это все делать но в какой момент он становится взрослым когда он сам себе начинает запрещать все что он хочет и тут наваливается на человека уже сложности жизненные сложности жизненные тяготы большинство из которых он сам на себя наваливает а потом он женится рожает детей и на него наваливаются хлопоты и заботы о детях и так далее потом потом значит он стареет ему становится вообще тяжело двигаться до алика вот алик александр алик ария мистер владелец трех имен да он сейчас в турции привет из турции классно значит турки там турция все море хорошо иринка никитченко с нами и мы продолжаем изучать вторую главу перте вот а и вторая глава посвящена выборам что же выбрать в этом мире как же выбрать и сказал нам рабе рабе иуда носи здесь мы уже подошли к эпохе здесь мы подошли к эпохе уже мишна вот рабе иуда носи он составил мишну устную тору то есть уже тогда был разрушен храм уже было понятно что евреи уходят в изгнание уже большую часть евреев угнали римляне были в рассвете угнали евреев построили колизей развлекаются грабят весь мир значит римляне да не тогда захватили весь мир и все все ограбили вообще всех да то есть римляне были такие представляете они захватывали страны убивали всех кто был против них забирали все золото и уносили в рим и значит всех обкладывали данью если кто-то не хотел платить дань братва тогда они посылали эти легионы их убивали чтобы другим не повадно было все должны платить дань римлянам так думали римляне почему-то да почему почему римляне так думали то и в общем рабе иуда носи он видя что евреев уже почти всех угнали и он уже понимал что на небе есть постановление что в резкий народ уходит в изгнание исправление кстати сегодня в проход учил там в начале написано прямо в начале что бог бог слышится такую небесный голос три раза в день и бог говорит ой либо на и он говорит о моим сыновьям что из-за их грехов я вынужден был разрушить свой дом и отправить их в изгнание среди народов мира на исправление то есть бог плачет он говорит но как было бы хорошо если вы они все выполняли тору были бы народ священников как было бы отлично они значит беспричинно ненависть друг другу значит ну и так далее в общем отправили всех в изгнание ира биуда носи он вызвал мудрецов и говорит смотрите устная тора которую передавали от маши рабейну вся первая глава перте вот нам рассказывает как передавали устную тору он говорит она может забыться собрал он мудрецов и хотя было постановление устную тору нельзя записывать ее нужно передавать только от учителя к ученику такое бы такой был порядок но он сказал надо записать и записали мишну это как вот то что мы сейчас изучаем называется мишна и перте вот это один из 64 трактатов один из 64 трактатов мишны то есть есть всего шесть разделов мишны и там есть насколько я помню может быть я ошибаюсь но по моему там есть 64 трактата вот перте вот это один из 64 трактатов теперь во второй главе он говорит рабиуда носи раби обе эзе и дерек я шара шиворлу адам он задает вопрос который стоит перед каждым из нас буквально перед каждым человеком какой путь прямой что выберет его человек то есть как известно есть варианты всегда есть варианты так поступить так поступить в этом мире очень мало однозначных вещей таких конкретных всегда есть варианты и чек выбирает свой путь а дальше написано что тот путь по которых который человек выбирает его с неба по нему ведут но вот это намерение выбор это всегда выбор человека и ничего не может помешать выбрать то или другое то есть внутри у человека полная свобода свобода намерения хочу то хочу это хочу так хочу так все можно хотеть то есть у человека вот этот вот намерение она ничем не ограничено ходит хочу на луну вот я сейчас хочу на ямарея сподняться хочу на луну слетать хочу узнать это калеку в турцию заехать мне ничего никто не может мне помешать хотеть хочу марафон пробежать нет не марафон ультра марафон не ультра марафон а 5 тысяч километров хочу бежать есть такой забег люди бегут 50 дней подряд по 100 километров есть или даже живет такой человек он участник уже несколько лет подряд этого забега в нью-йорке он проводится это в память о был такой духовный учитель шри чин мой и это шри чин мой он и одна из частей его духовного этого учения было то что у человека нет ограничений и все ограничения он сам себе устанавливает его последователи они вот раз в году бегут 50 дней по 100 километров без остановки 5000 километров пробег бегут по асфальтовому такому кругу круги наматывают целый день потом поспали 5 часов и опять бежать все значит так вот рабе он задал вопрос какой путь прямой что выберет его человек то есть надо выбрать путь не факт что ты дойдешь не факт что у тебя получится не факт что тебе будет хорошо все это не факты факт что все идет как следствие твоего выбора это факт и твой выбор ничем не ограничены кроме твоих самих мыслей о том что делать что не делать как знаете один человек решил протестовать там но с украины поехал в россию протестовать против политики путина и он прямо принял такое решение говорит я хочу прямо про протест сделать такой до приехал он его съездил москву приезжает обратно и вот друг его спрашивает ты что говорит что ты устроил акцию своего протеста устроил он или так как ты устроил он говорит а я вышел говорит на середину красной площади и написал там туда решите они арестовали говорит нет я штаны не снимал реализация замысла реализация замысла это другое но но замысел человека его намерение это его полная свобода то есть понятно да теперь значит и рабе задает вопрос на каких критериях нужно выбирать и он задает вопрос 2 глава 1 мечта он говорит какой путь прямой что выберет его человек задал он вопрос и он отвечает коль шейки перед ли оси в эти феррик номина адам он говорит каждый путь который прекрасен для человека и прекрасен со стороны людей о вот это он дает первый нам критерий как выбирать путь то есть прежде всего чек должен идти потому что для него является прекрасным путем то есть он должен выбирая свой путь ориентироваться прежде всего номер один чтобы этот путь был великолепен для него то есть он должен спросить себя что я хочу реально что для меня будет путем который принесет мне лично мне счастье в жизни удовольствие от чего я испытываю радость жизни потому что если нету человека радости в жизни то получается что ему плохо а если бы плохо зачем выбирать такой путь то есть первое что должен себе первый критерий он сказал арабе коль шейки перед ли оси в эти перри домина адам и прекрасен со стороны других людей и тут нельзя быть полным эгоистом сказал арабе то есть ты должен свой путь составлять из этих двух выбрал что тебе хорошо и сделать так чтобы людям было хорошо своим близким окружающим людям принести пользу какую-то и так далее вот ты должен первую очередь посмотреть на эти два параметра но именно в таком порядке первое для себя второго прекрасен со стороны людей как мучили в мишле в мишле было написано так что в в этим со что-то в этим со хэн в сэхэльтов бэйнэй элутим в адам и ты найдешь хэн приятность если будешь учить тору в сэхэльтов и прекрасный интеллект ну то есть понимающий в глазах бога и людей то есть даже царь салмон говорил что нужно эти два параметра всегда обращать внимание и как известно все заповеди тора они делятся и заповеди между человеком и богом есть заповеди между человеком и они эти заповеди они также важны и в йом-ти-пур в йом-ти-пур это когда день искупления грехов так можно сделать раскаяться и бог прощает те заповеди которые между человеком и и богом но между человеком и человеком бог говорит начале пусть он тебя простит потому что в каждом человеке есть божественное проявление и тоже мы будем дальше учить впервые вот есть такая мечта что там написано так написано так коль шерох обреет ноа хэмэна руаха маком ноа хэмэна каждое что что создание им довольны и любят его бог его любит то есть здесь есть вот это вот очень такое вот важное но важная как сказать баланс между личными интересами и общественными интересами и этот баланс должен быть соблюден сказал арабе дальше он говорит следующий критерий выбора дальше следующий критерий выбора такое он говорит эзидерах кишара шавурла адам коль шейтиферит люсэ вэтиферит ломин адам авэ заир бэмитсвакала кэбахамура шээна та юде матан схаран шельмитсвот значит он говорит так будь осторожен в легкой заповеди как в тяжелой шээ будь осторожен в легкой заповеди как в тяжелой шэээна та юде матан схаран шельмитсвот ты не знаешь матан схаран ты не знаешь в общем какую награду бог дает за заповеди неизвестно в торе есть всего лишь несколько заповедей где написано что там делай это и продлятся дни твои буквально за несколько заповедей есть написано какая будет награда но опять же талмуд нам говорит что это все неоднозначно когда говорится продлятся дни твои не обязательно что что это будет долголетие возможно что ты будешь больше успевать течение дня и приводится пример когда один там награда вот это вот продлятся дни твои есть за заповедь за две заповеди за почитание отца и матери и за шелоха кэн там есть непонятная заповедь абсолютно когда ты видишь птица сидит на на гнезде нужно отогнать птицу и взять яйцо вообще непонятно но за эти две заповеди есть написано прямо в торе и продлятся дни твои на земле которую бог обещал отца твоим кстати здесь тоже интересно идет упоминание что награда за заповеди идет самая большая награда это в земле израиля и вот значит в талмуде рассказывается история как один папа сказал сыну залез на дерево и выполнить заповедь шелоха кэн высылать эту птицу взять яйцо сын полез на дерево выполнять заповедь отца то есть он выполнил сразу две заповеди за которые есть продление жизни упал с дерева и убился насмерть талмуд говорит ну как вообще как где это и здесь опять же вопрос намерения кто хочет ошибиться ошибется кто хочет не ошибиться не ошибется значит те которые хотят не ошибиться они говорят смотрите есть правильно написано что что эти две заповеди продлевают жизнь но есть заповеди за которые прямо написано в торе смертная казнь карет безвременно за завершение жизни таких заповедь 31 теперь возможно этот человек да который лез на дерево он в этот момент служил идолом он в этот момент думал что пусть мне поможет залез на дерево там бог нептун мы же не знаю то есть мы знаем что в ночи понятно да то есть всегда можно любую ситуацию объяснить с разных сторон и поэтому рабе нам сказал совет когда ты выбираешь свой путь а вы за ирбами цвакала кэбаха мура будь осторожен в заповеди легкая которая те кажется легкая как тяжелое что ты не знаешь награду за заповеди я ну вот например просто я приведу пример это не истории но этот пример показывает насколько мы не знаем значение каждого поступка я читал интересную одну историю был такой такой был человек звали его эндрю карнеди он был один самых богатых людей за всю историю в мире где-то около ста лет назад он был самый богатый человек в америке и у него был управляющий его заводами которого звали значит управляющий его заводами звали не помню сейчас как его звали не всплывает у меня его имя дэл карнеди дэл карнеди именно в книге как приобретать друзей оказывать влияние на людей он много раз его приводит как пример человека который умел умел очень сильно коммуницировать с людьми то есть он умел с людьми найти общий язык вот этот вот и потом он стал управляющим заботами заводами эндрю карнеди получал миллион долларов зарплату в год ну как бы он являлся символом успеха сто лет назад в америке так теперь а значит как он стал управляющим он работал продавцом магазине и зашла пожилая женщина был дождь и он этой пожилой женщине предложил стул и сказал ей давайте но как-то он не очень вежливо и красиво сделал доброе дело эта женщина очень сильно поблагодарила задала ему пару вопросов кто ты где ты эндрю карнеди а его был управляющий его компаниями я не помню как звали это вот про него история и значит вот этот вот который стал управляющим еще раз который стал потом управляющим он работал продавцом в магазине и помог матери эндрю карнеди а мать пришла потом домой и говорит такой хороший молодой человек такой добрый такой вежливый и эндрю карнеди который который его главным секретом успеха он его написал на модиле здесь лежит человек который умел собрать вокруг себя людей которые были намного умнее чем он сам и эндрю карнеди который искал именно выдающихся людей и привлекал их к чтобы они помогали ему он послал за этим продавцом взял его к себе заработал на работу и в итоге он стал этот продавец стал управ чарль шваб спасибо в день и жвага его звали чарль шваб да и эта история как он попал к эндрю карнеди и потом он стал его управляющим там всеми заводами и так далее что мы видим отсюда что когда рабе говорил что будь осторожен в легкой заповеди как в тяжелой что ты не знаешь награду за заповеди так то эндрю карнеди а это бог и заповеди нам сказал кто делать бог и когда ты делаешь какую-то легкую заповедь то в этот момент это было время там желания на небе из что-то переключилось то есть мы не знаем награду за заповеди мы знаем что каждая заповедь это воля бога и когда ты выполняешь волю Бога. Дальше мы будем учить как раз во второй главе, что тот, кто выполняет волю Бога как свою, потом Бог выполняет его волю как его. То есть когда ты делаешь заповеди и делаешь их с желанием, с радостью, с воодушевлением, и ты к легкой заповеди относишься как к тяжелой, то есть ты реально как бы вкладываешься в исполнение заповедей и радуешься, то тогда возможно за самую легкую заповедь у тебя тебя поднимет. Поэтому сказал Раби, он говорит, когда ты выбираешь путь, многие люди думают факторы, значение факторов, то, сё. Он говорит, смотри, в Мишли, в притчах мы учили, что сказал царь Соломон, что положись на Бога всем своим сердцем, и не полагайся на свою сообразительность. Ты в этом мире, и в Каэлите мы до этого учили, что нету человека, который знал бы все массы Бога, все дела Бога от начала до конца. То есть мы живем в мире причинно-следственных связей, и мы абсолютно вообще не знаем, как все повернется. И ты можешь высчитывать, просчитывать, перепросчитывать все, что угодно, а потом бах, и меняется власть. Бах, и там революция, Донбасс, это, сё. То есть «Черный лебедь», эти самые, кризис, когда Лемон Бразис прогорел, банк над разокрылся, там, ну, миллион, то есть мы все пережили уже миллион вещей, которые были совершенно, невозможно было их просчитать и предсказать. Поэтому Рабинам предлагают другую систему координат, он говорит так, первое, на что ориентироваться при выборе своего пути, то, что хорошо тебе. Второе, чтобы это было приятно и полезно людям, которые тебя окружают, и вообще людям. Третье, будь осторожен в каждой заповеди, в легкой, как тяжелой, ты не знаешь награды за заповеди. То есть с тем надо налаживать взаимоотношения с Богом, как налаживать взаимоотношения через выполнение заповедей. Всё. А какие заповеди выполнять, на всякий случай выполняй все. На всякий случай выполняй все и с воодушевлением. Теперь дальше. Дальше он сказал следующее. И он дальше продолжает. Ава Мехашеф, ивсет митцва, кенегат схара, ускар авера, кенегат ивседа. Значит, он говорит так. Ава Мехашеф, то есть ты, всё равно он советует просчитывать. Сахар авера, кенегат ивседа. То есть сахар это награда, награда, оплата за преступление, но ты это сопоставь с ущербом. И сахар авера, сахар авера, кенегат ивседа. Сейчас. В начале Ава Мехашеф, ивсет митцва, кенегат схара, кенегат ивседа. Он говорит, смотри, при выполнении заповеди есть ущерб. Какой есть ущерб при выполнении заповеди? Первый ущерб, ну, если это можно назвать ущербом, это время и усилия. То есть Бог специально так сделал, что заповеди выполнять нелегко. То есть ты должен всё время делать над собой сознательное усилие. Нет заповеди есть вкусную клубнику. Нет заповеди, потому что вкусную клубнику хочется и так кушать. Но есть заповедь не кушать, например, запрет, там, креветки не кушать, да? Почему? Не знаю. Они вкусные, они симпатично выглядят. Но выбирай. Вот надо как раз здесь поработать. То есть Бог специально так сделал, что заповеди, они требуют усилий, поэтому за них есть награда. А преступления, они дают удовольствие, они усилий не требуют. То есть они тебе сразу дают удовольствие, но за них есть наказание. Тогда очень равновесная система. То есть ты выбираешь, зло привлекательно, добро не привлекательно, за добро есть награда, за зло нет награды, есть наказание. И вот ты решаешь всё время вот в этом вот моменте. Я приведу простой пример, чтобы вообще было понятно, как работает мир. Большинство людей или все люди знают пользу спорта. Спорт, физическая нагрузка, именно физкультура, да? Теперь, если говорить про пользу спорта, то в какой момент она включается, когда ты напрягся, когда ты вспотел, когда ты поработал, и в этот момент тебе, в сам момент работы тебе плохо. А потом идёт награда польза. Когда ты восстановился, идёт польза. Теперь, а что, давайте разберём, что такое лень. Лень – это когда ты просто лежишь. Потом ты берёшь банку пива, лёжа желательно, не вставая. Или там, что ты любишь, пиво, пирожное, торт. И, значит, ты берёшь, и всё это вредное, то есть ты сразу кайфуешь. А что потом, как следствие, ожирение и ранняя смерть. Понятно, да? То есть, именно об этом говорил в сет митсвак и негет с хара, у с хара в ирак и негет и вседа. То есть, сопоставляет. Пойми, что в этом мире идти в горку тяжело, падать с горки легко. Заповеди выполнять тяжело, но есть награда. Преступление делает легко, но есть наказание. Всё. И дальше он заканчивает третьим очень важным параметром. Он говорит так. Истакель, истакель бешлуша дворим вейна табаля и дэавера. Посмотри на три вещи, и ты не придёшь к преступлению. Дама лимала мимха. Знай, что над тобой. То есть, изучай, понимай, что над тобой, что есть Бог, как работает система и так далее. Дама лимала мимха. Айн руа, он говорит, глаз видит. Озен шамаат. Ухо слышит. Выкольма сэха, бесефер нихтовим. И все твои дела записываются в книгу. Что это имеется в виду? Это имеется в виду следующее. Что Бог, он не камера какая-то, да? Бог внутри есть каждого человека. И всё, что ты делаешь, оно записывается на небе. Всё, что видит твой глаз, что слышит твое ухо, что каждое твое действие. Ты как бы пишешь свою судьбу. Ты пишешь свою судьбу, и дальше оно на тебя приходит. Это то, что ты снизу каждым действием ты создаёшь, ты посылаешь, ты создаёшь действиями, намерениями и так далее. Ты создаёшь свою судьбу, и Богу не надо за тобой следить, потому что Он тебе даёт силу действовать, и получается, что ты своими действиями создаёшь награду и создаёшь наказание. Поэтому мы... Давайте сделаем вывод, как выбирать. Значит, как выбирать? Первое, должно быть великолепно для тебя. Второе, хорошо со стороны людей. Третье. Третье, это нужно делать заповеди, потому что ты не знаешь награду за каждую заповедь, и нужно именно строить свою жизнь. Заповедь, 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 заповедь. Всё. И ты как бы создаёшь себе всё время награда, 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 награда. Как говорил царь Давид, отодвинься от зла и делай добро. То есть займи себя максимально выполнением заповедей, лёгких, тяжёлых, средних, лёгких, тяжёлых, средних. И третье, третье, это если всё-таки тебя тянет козлу, то сядь, посчитай, просто сядь, посчитай, подумай, во что это тебе обойдётся. И последнее, последнее, это что каждое твоё действие, каждая твоя мысль, оно записывается на небе и потом возвращается к тебе следующими этапами твоей жизни. Всё, дорогие друзья, мы сейчас выполнили заповедь изучения Торы. Если вы хотите её выполнить ещё более круто, тогда изучение Торы и обучение Торы добавьте, напишите свои выводы, поделитесь этим уроком со своими друзьями, знакомыми. И, значит, тогда вы добавите изучение Торы и обучение Торы. Если вы после этого выполните какую-то заповедь, например, Гмелут Касадим, доброе дело, сделали доброе дело, заповедь ЗДК, очень просто, можно хоть каждый час выполнять заповедь ЗДК. Вот я сейчас, например, оп, сразу выполняю заповедь ЗДК, которая спасает от смерти. Вот Эйтан тут сидит, у них есть Мараша, молодёжная организация, вот я передаю на ЗДК. Не важно сколько, я даю один доллар всего лишь, один доллар я даю на ЗДК, но я выполняю сейчас заповедь, которая спасает от смерти. Именно заповедь Митсва ЗДК на изучающих Тору даю деньги. Всё, на изучающих Тору дал денежку, всё, выполнил заповедь. Потом там, вот жена ко мне пришла, я жене говорю, жена, значит, доброе слово. Есть заповедь жену хвалить? Есть, почитайте своих жен, написано в Талмуде. Почитайте, уважайте своих жен, шалом. Всё, отлично. Вот друг ко мне пришёл Давид Чурсин, значит, Давид Чурсин, вот он, хотите на него посмотреть? Вот он посещает наши уроки, и вы знаете, есть заповедь, есть заповедь помогать жениться. Сейчас, секунду, не видно его, секундочку. Помогать жениться. Вот Давид, да, Чурсин, он не женат пока. Да, вот посмотрите, давайте сделаем ему шедух, выполним заповедь, шедух, создать еврейскую семью. Видите, ходит на уроке Торы, фотограф, всё, творческий человек. Да, шедух, делаем шедух, Давид Чурсин. Но не смотрите, внешность обманчива. Главное, главное, нет, главное это то, что он учит Тору. Если человек учит Тору, всё, это уже главное. И дальше мы продолжаем выполнять заповедь, 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 заповедь. Всё, друзья, удачи, успехов. Выполняем заповеди, и что Бог нам помогал всем, чтобы дал ресурсы для выполнения заповедей. Всё, удачи, успехов, всем хорошего дня.